Приветствую вас! Вы знаете, во-первых, во-первых, непонятно, средняя группа чего. То есть это детский сад, это школа, ну вот вы говорите воспитатель, да, но это как бы детский сад, одно, если какой-то лагерь, другое, средняя группа чего. Вот, это первое. Второе. Сколько лет девочка? Вообще. Дальше. Самый оптимальный вариант, это игротерапия, да, ну, то есть с ребенком, с ребенком провести игротерапию, вот, было бы очень неплохо. Именно через, собственно, вот через игротерапию, да, можно было бы понять, рассмотреть, что вообще с ними, что их беспокоит, что их волнует. И если вообще что-то, что их волнует, такое вот, вот, мне представляется такой ссорой. Вот, значит, в целом, в целом, да, взрывается и семья, работа проводится с семьей, но, конечно, психодиагностика. То есть, если вы детский психолог, то необходимо просто привести игротерапию с ребенком, вот, что-нибудь нарисовать, вот, и уже интерпретируя рисунок, вы сможете понять более-менее, что волнует ребенку, если вы владеете этим. Вот, дальше необходимо все-таки поработать с родителями, то есть вырвать их на беседу, пообщаться, вот, выяснить какие-то моменты, вот, и просто донести адекватно даже не проблему, а вот такой, такой факт, вот. С другой стороны, вы пишите, что есть две девочки, которые себя не проявляют, они сидят в стороне, на занятиях отстранены, так, может быть, им все это просто неинтересно и не надо. Так, вот тут, как бы, тоже нужно этот момент поисследовать, как они реагируют, например, на обращение к себе, как они реагируют, например, на постановку задач, как они реагируют на то, что их, там, определяет в группу, допустим, ну, рабочую группу, да, и так далее. Вот это все, конечно, нужно исследовать. Вот. Такая вот история. У меня, конечно, конечно, есть вопрос к вам, да, то есть, кто вы, ну, вот, как мой коллега спрашивал, кто вы. Вот. В этой ситуации, кто вы, если вы психолог, то почему вы спрашиваете людей в интернете, как себя вести, что делать, почему вы обращаетесь к людям в интернете с таким допросом, по идее, специалист вас, по идее, должен быть опыт, если же вы не уверены в себе, то, ну, может быть, вам эта работа не подходит, может быть, имеет смысл все-таки поработать с помощником, или хотя бы с психологом, ассистентом, кто уже после этого заниматься самостоятельно с практикой. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. Всего и удачи.